более 80 единиц техники. В Беларусь прибыла еще одна колонна «Вагнеровцев» «Гаюн». В Беларусь прибыла уже 13-я колонна наемников ЧВК «Вагнера». В ее составе не менее 80 единиц автомобильной техники, об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на «Белорусский Гаюн», как сообщает мониторинговая группа. На данный момент по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей движется 13-я колонна наемников ЧВК «Вагнера», которая насчитывает как минимум 80 единиц автомобильной техники. Машины двигаются по номерам ЛНР или РФ в сопровождении ГАИ. Едут они в направлении палаточного лагеря «Вагнеровцев», в селе Цель, в колонне присутствуют бронеавтомобили, щука, чекан, бензовозы, паз, автобусы, тентованные и бортовые камазы, фуры и уралы, пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки. Отмечается, что некоторые бронеавтомобили двигаются с измененной задней частью, в виде кунга, на которой нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне был замечен серый автобус с красно-зеленым сочетанием цветов, лукашистов, и их гербом, «Вагнеровцы», в Белоруссии после неудачного мятежа лидера ЧВК «Вагнера», Евгения Пригожина часть наемников была решена отправить в Беларусь, сейчас там находится более 3,5 тысяч «вагнеровцев». 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения, при этом Польша ожидает определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток, ЦНС сообщал, что подразделения ЧВК «Вагнера» ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.